Добрый вечер! Сегодня пятница, я Анатолий Голя, подводим короткие итоги на РТР Молдова. Впрочем, сегодняшнюю передачу можно считать своеобразным продолжением предыдущей, в которой принял участие бывший премьер-министр Юрий Лянко. Он тогда обещал, что на этой неделе скажет о том, что уходит из ЛДПМ, начинает новый проект. Это случилось. Вчера, сегодня было продолжение. У нас в студии сегодня председатель Либеральной демократической партии Молдовы, с которым мы поговорим, однако, не только о ситуации в ЛДПМ, но и о ситуации в парламенте, в стране в целом. Добрый вечер, господин Филат. Добрый вечер, господин Филат. Итак, начну с последнего. С того, что сегодня двое депутатов ушли из фракции. Есть вопрос телезрителя. Кто следующий? Что происходит в ЛДПМ после выборов? Я не думаю, что что-то происходит в Либеральной партии. Что-то происходит с бывшими членами ЛДПМ, господином Лянко и господином Карповым. Я вчера выступил публично и сказал, что у меня и у партии есть сожаление, что они приняли и он, если говорить про господин Лянко, принял это решение. С моей точки зрения, это ошибочное решение и с политической стороны, и вообще, исходя из ситуации, в которой находится Республика Молдова. Ну, это его решение. И я желаю удачи. Оно было ожидаемо или нет? Или для вас это было сюрпризом? Нет, ну вы знаете, я думаю, что это последний акт вот этого спектакля, который продолжается уже давно. И я лично надеялся, что все-таки действия будут разумными. Ну, еще раз, спектакль какой вы имеете в виду? Потому что многие считают инсценировкой, спектаклем, вся эта эпопея с формированием правительства. Все эти переговоры на протяжении двух с половиной месяцев. Ну, те, которые не участвовали в эти переговоры, могут так и считать. Ну, допустим, господин Лянко участвовал во всех и на всех этапах переговорного процесса, в том числе и в консультациях, в которых я, допустим, не участвовал с Коммунистической партией. Он голосовал за все решения, которые были приняты в партии. Он сам знает, что сам консультировался. Мы все свои действия консультировали с нашими европейскими партнерами. То есть, очень легко говорить или показывать вещи, как спектакль или как инсценировка и так далее. Но в конечном итоге, вы знаете, очевидное становится вероятным. Но, чтобы дальше не входить в эти комментарии, потому что, я думаю, неправильно делать их бесконечными, я жалею о том, что Юрий думает, что он может помочь стране, или может конкретно что-то сделать для людей этой страны только в качестве премьер-министра. Почему? Он создает партию, значит, он думает, что может помочь в качестве политика просто. Ну, мы посмотрим. То, что было, мы знаем, а то, что будет, мы уверены. Конечно. Очень много вопросов по этому поводу. Вопросов от телезрителей, в том числе, в социальных сетях. Уважаемые телезрители, вы можете продолжать задавать вопросы по адресу голесобачка.ртр.мд. Мы в прямом эфире. Только я не обещаю, что смогу задать, потому что я вот распечатал четыре страницы вопросов. Некоторые из них я обобщу и задам господину Филатову. Конечно, эти вопросы периодически так повторяются. Вот сегодня, когда двое депутатов заявили о выходе из партии, вы выступили, и ваше выступление получило какие-то интерпретации, какие-то акценты. Вы сказали, что надеетесь, что это не повторение сценария выхода некоторых социалистов нынешних из партии коммунистов. И вы сказали, что вы знаете, что я знаю, как вы выходили из партии. И они знают, что я знаю. Да. И многие поняли, что речь идет о подкупе социалистов о том, что говорил господин Воронин. Нельзя сразу же говорить, что некоторые думают. Вот без намеков. А вот без намеков я знаю, какая мотивация была, когда они выходили. Это первое, и на этом хочу остановиться. Второе. Я не думаю, что... Какая мотивация была? Я не думаю, что действия господина Лянки и господина Карпова, которые были аплодированы в парламенте социалистами во главе с Дадоном, это то, что ожидали люди. А может быть, социалисты знают лучше и больше, что происходит. Когда они выходили из партии коммунистов? Нет. Они знают, наверное, лучше, кому это выгодно, чтобы вот эти действия происходили сейчас. А то, что было тогда, я вам обещаю, когда придет время, я скажу. Если бы они тогда не вышли, были бы досрочные выборы. Не удалось бы сформировать правительство. А я не говорил про то, что хорошо или не хорошо. Я говорил про мотивацию. Но если уже заговорили... Мотивация была существенная? Нет. Я хочу немножко прокомментировать сегодняшние декларации господина Карпова. Хотя думал этого не делать. Но для меня очень странно и одновременно, честно, обидно, когда человек, который не является членом партии, который от партии получил всю поддержку, был вице-премьером. Результаты мы сами знаем, какие у нас в переговорном процессе для урегулирования Приднестровского конфликта. Человек, который сейчас говорит как истинный такой или ярый антикоммунист. Кстати, когда нужно бороться с коммунизмом, с коммунистами было очень мало борцов. Сейчас, когда уже ситуация такая, какая она есть, их стало очень много. Так вот, я почему-то не понимаю, как это не смущало этого человека работать в двух правительствах. Одно миноритарном, которое было поддержано господином коммунистами. Это правительство господина Брагиша в качестве вице-министра иностранных дел. Потом вице-министром иностранных дел в правительстве Тарлева. Потом два мандата посла в Польше и в Брюсселе. То есть, мне кажется, немножко цинично и неправильно по отношению к партии, к членам партии. Может быть, разочаровался. Коммунисты поступили по отношению к нему тоже достаточно цинично. Когда сняли с посла в Брюсселе. Я помню эту неприятную для всех историю. Вы знаете, когда у тебя есть принципы... В котором была выдумка сначала до конца, я так понимаю. Когда есть принципы, они должны быть конъюнктуральными. И еще раз, я только это хотел еще сказать. Жизнь покажет. А разве в политике бывает без конъюнктуры? Вы знаете, в политике бывает и без конъюнктуры. И можно работать и без цинизма, какой мы очень часто наблюдаем. Но еще раз, я желаю удачи. Что касается либерал-демократической партии, у нас есть план действий, у нас есть задачи. Мы работаем, у нас есть ответственность управлением этой страны, республики Молдова. Мы в Зорницу не собираемся играть, как наши коллеги начинают делать. У нас есть очень серьезный план работы для подготовки партии к местным выборам. Это очень серьезный экзамен. Так что у нас есть работа. Про местные выборы мы тоже поговорим. Вот два вопроса телезрителей, которые повторяются. Один на русском, один на румынском. Виталий Петросян и Эмилия Мораль. Вот я зачитаю вопрос. Господин Филат, каждый раз, комментируя ту или иную кризисную ситуацию, вы говорите, что эти действия координируются неким центром. И что знаете, кто за всем этим стоит. Так было, когда из вашей партии был первый исход. Потом, когда вас лишили кресла премьера. Сейчас опять комментируете выход из партии Лянко и Карпова. И так постоянно. Вы постоянно жалуетесь, что этот мифический персонаж или группа людей не дают вам работать. Можете назвать, наконец-то, имя или имена? Кто за всем этим стоит? Вы задаете вопрос, который вы так жаждовали давать. Кто мне что? Вопросы есть в социальной сети. Во-первых, господин Голи, я никогда не жаловался. Если бы я жаловался, я давно бы не был в политике. Я констатирую ситуацию и факты. И продолжаю работать. И так, чтобы было по справедливости. В политической партии, да, есть право входить, и есть тоже право выходить из нее. В политической партии, они являются один человек. Неважно, какая у него должность или имя, или, я не знаю, впечатление о себе. В политической партии, это является составляющей всех, это все члены партии. А у нас партии их очень много. Люди, которые работали в течение вот этого времени, 7,5 лет. Не конъюнктурально, которые искренне работали. И я благодарен моим коллегам. И мы будем продолжать работать. Что касается центров, что касается людей и так далее. Ну, вы знаете, это и очевидно, и я думаю, что и всем понятно. В данном случае я не говорил ни про каких центров и так далее. Хотя, кто стоит за этими действиями, очень скоро будет опять очень видно. Но опять вы намекаете, что кто-то стоит за этим. А что мне говорить? Вы тоже посмотрите, кто консультирует, кто помогает, кто толкает на все это самое. А придет время, и, наверное, мы и будем говорить про это. А пока что, еще раз, я желаю успехов. Вопрос Лилия Бураковская задает. Сколько человек осталось из команды, с которой вышли на выборы 2009 года, и с которой создавали ЛДПМ в 2007 году? Основа осталась. Основа осталась. Вот я сегодня смотрел список кандидатов в депутаты 2009 года, список вашей партии. По-моему, осталось 3 или 4 человека. Вы, госпожа Полихович, господин ЦАП. В первой десятке, я имею в виду. А почему вы десятку смотрите? А вы смотрите, потому что у нас было 15 человек. Ну, 15 человек. Можно вы говорите? А можно мне задать вам вопрос? Это первый. Мы сегодня будем говорить о либерал-демократической партии, или мы будем говорить, что происходит в республике Молдова? Вы? Я думаю... Вы прямо как господин Воронин. Не, не, я не... Господин Воронин всегда говорит, что вас волнует ситуация внутри нашей партии. Не, я понимаю, что вас волнует, но я думаю, что людей волнует, что происходит в стране. А в стране происходят важные процессы. Дело в том, что... И которые... Подождите. Вот ситуация в партии, она отражается, потому что... Ну, это ваше мнение. Потому что вам интересно делать вот эти заголовки новостейные. Кто на кого что говорил. А я думаю, что надо прекращать это делать. И надо заниматься проблемами. Дальше. Это мое личное мнение. Я на нее настаивал и буду настаивать. Не надо на личности переключаться. Надо на проблему. На проблемы, которые есть. И как их надо решать. Говорим про страну. Ну, и в данном... Говорим про страну, о проблемах, которые волнуют страну. Скажите, в парламенте есть понимание, осознание того, что ситуация в стране очень сложная и нужно проникнуться ответственностью и работать не покладая рук? В парламенте Республики Молдова есть понимание и поэтому было проголосовано правительство. Потому что если бы не было проголосовано правительство, в нашей стране были бы очень сложные процессы. Через два с половиной месяца после выбора. Практически три. Практически три. Чтобы было очень точное. Восемьдесят дней. Восемьдесят дней. В дальнейшем будет здоровая полемика. Нам нужно, чтобы проблемы страны были обговорены в парламенте и чтобы мы нашли решение. Вы, опять же, знаете, что в этой проблеме, что касается банковской системы, валютного рынка и так далее, мы создали в парламенте единогласным голосом комиссию. Мы еще посмотрим, какие результаты будут в этой комиссии. Ну, давайте не будем опережать. Комиссия работает, есть представители всех партий в этой комиссии. Так что давайте дадим время, которое нужно, чтобы они работали и чтобы результаты показали. Я почему задал вопрос про парламент, я, конечно, очень хочу пригласить господина Канду, но вы как депутат, как лидер фракции, понимаете, создается впечатление, что парламент не осознает тяжесть, сложность ситуации. За три месяца парламент провел три заседания. Сегодня было четвертое заседание. В прошлую пятницу обсудили и утвердили, по-моему, три законопроекта, ратифицировали несколько соглашений. Сегодня даже не было кворума, чтобы нормально завершить заседание. Я смотрю, вот даже в России депутаты себе сократили зарплату, в администрации президента сократили зарплату. У нас парламент с 9 декабря, как утверждены мандаты депутатов, парламент фактически не работает. Давайте, во-первых... Производительность труда очень низкая. Давайте не спешите дать оценку работы парламента. Давайте судить по законам, которые приняты. А законы, которые обсуждаются, господин Голин, они в большинстве должны уже прийти из правительства. Давайте не забудем, когда правительство было утверждено. И сегодня в парламенте были приняты решения, что касаясь законопроектов, которые возвращаются обратно в правительство, есть процедуру, которой мы не можем. Может быть, надо больше говорить в парламенте, но, с другой стороны, я думаю, что нужно больше делать. Совершенно верно. Этого люди ждут. Ну, правильно. И когда законопроекты будут подготовлены для обсуждения в парламенте, они будут обсуждены и проголосованы. Я напомню, парламент не работает числа с 10 июля, и осталось очень много законопроектов, которые нужно было принять во втором чтении. В том числе о транспарентности СМИ, вы знаете эти законопроекты, о гендерном равенстве и многие-многие другие. Которые нужно было, собирались принимать в сентябре-октябре. Это правда, и все эти законы сейчас обсуждаются в комиссиях, обсуждаются в фракциях, и они будут в повестке дня парламента. Поэтому комиссии заседают один день в неделю, и парламент один день в неделю. Вчера не заседал, сегодня не было кворума, чтобы завершить заседание. Ладно, это мое мнение про наш парламент, который мы, избиратели, избирали, голосовали. По поводу правительства, было сформировано с большим трудом правительство, мы его не будем критиковать, по крайней мере 100 дней. По крайней мере 100 дней дадим работать. Вы же по-другому не можете. Как вы оцениваете это правительство? Давайте я тоже не буду давать оценки, давайте мы дадим им время, чтобы они работали, и когда пройдет это время, мы будем давать оценки. Пока что, я думаю, и неправильно, и некорректно. Просто многие опасаются, что правительство не продержится 100 дней, не успеет начать критиковать. Господин Голи, вам нужно добавить немножко оптимизма в жизни. Оптимизма, хорошо. С таким пессимизмом вам будет сложно. Хорошо. Я лично оптимистически смотрю, потому что если бы я смотрел вот через эту призму, то было бы очень-очень плохо. Большинство, понимаете, вы нам не даете поводов для оптимизма, потому что правительство не имеет парламентской поддержки, не имеет политической поддержки со стороны большинства депутатов. Ну, пока что вы не можете это говорить. Пока что в парламенте, что было в повестке дня, было проголосовано. Вот когда не будет этой поддержки, вот тогда будем говорить. Мы подозреваем, что поэтому так мало обсуждается, что нету согласия. Какие были условия со стороны коммунистов при создании правительства? Мне нечего нового добавить. Никаких условий не было? Нет, почему не было условий? Во-первых, мы, когда говорили с ними, говорили о том, что нужно дать институциям власти, и парламенту, и правительству работать. Потому что, если бы этого не произошло, в стране, кроме этой ситуации на валютном рынке, был бы полный хаос. Страна, которая неуправляема, или неуправляемы, очень сложно решать вопросы или останавливать процессы, очень вредные для страны. Это первое. Во-вторых, чтобы не связывать голосование правительства или руководство парламента с условиями, я сразу после выборов говорил, и очень ответственно говорил, что оппозицию нужно привлекать в управление страной. Я не могу сказать, что это был очень хороший пример, но парламент 2005 года, 2009 года. Тогда оппозиция руководила и счетной палатой, и избирком, и консилию координатуры аудиовизуалу. Господин Филат, ну вы прямо говорите, как господин Воронин. Он говорит, что оппозиция руководила. Оппозиция тогда, конструктивная оппозиция получила должности за то, чтобы она была лояльная. Господин Рожко получил должность вице-председателя парламента и так далее. Но так решил тогда господин Рожко быть лояльным, господин Голин. И сейчас господин Воронин так решил. Нет, это ваша интерпретация. Ну почему интерпретация? Нет, ну это ваша интерпретация избирателей господина Воронина в том числе. Нет, это ваша интерпретация и спекуляция в том же смысле. Каждый поступает так, как он считает. Я думаю, что нам в стране демократического строя, если так говорить, нам важно, чтобы эти органы контроля были дееспособными. И оппозиция играет очень важную роль в этом смысле. Да, есть власть, но есть и оппозиция. Чем сильнее оппозиция, тем сильнее власть. И это я говорю очень осознанно. Это первое. Второе. Я, конечно, могу я играться в слова, в интерпретации и так далее. Но мы в ситуации не выходить, так просто сказать пару слов и кофе пить. Мы ответственны за то, что действительно происходит в стране. Никто мне не может сказать, что в обществе у нас все хорошо. У нас раздробленное общество. Да, некоторые сейчас могут красоваться рейтингами и так далее, что их поддерживают. Давайте еще партии построим, еще партии построим. Но что делаем с обществом? Если мы не будем консолидировать это общество, я вам хочу сказать, что все благие намерения ни к чему. И поэтому я считаю, что у нас в парламенте необходимость в том, чтобы мы не только общались, но и консолидированно действовали. И вы знаете, господин Голлер, я с удивлением, с большим удивлением наблюдаю за тем, как люди, которые вроде бы и знают, и опытные, и могут делать и анализ внутренний, региональный, глобальный, не понимают, что Молдова, не только исходя из внутренних проблем, но и региональных проблем, очень уязвима. И если мы будем продолжать играть в зорницу, тыкать друг друга, искать проблемы там, где они есть и там, где их нету, я боюсь, что, не дай бог, но если развития будут продолжаться так, как они, во всяком случае, некоторые хотят, у нас не будет способность, как у общества, я говорю сейчас, противостоять. Очень, опять же, я не понимаю, так, говорим про вещи вроде бы важные, а про очень важные вещи не говорим, что происходит сейчас в Гагаузе. Эти выборы в Гагаузе нам показывают, что внешний фактор уже прет во внутриполитическую ситуацию Республики Молдова. И об этом никто не говорит. Мы говорим о межличностных каких-то отношениях. Я не видел, чтобы в Гагаузию поехали лидеры партий. Чтобы поехал председатель парламента. Президент страны за три года ни разу не был в Гагаузии. Я согласен, но я вам в этом смысле хочу сказать, что если мы оставим и поставим в ответственность только им эту ситуацию, мы ничего не решим. Это долг каждого из нас. Я понимаю, у вас есть господин Влах, там председатель, представитель партии. Но этого, наверное, недостаточно. Вы говорите про Гагаузию. А кто же должен? Все, включительно, и представители прессы должны хоть, как вам сказать, отношения иметь или реакцию иметь на то, что происходит там. Потому что, понимаете, прецеденты очень опасны. Потому что, если это возможно в одном случае, и у нас отчасти это произошло на парламентских выборах. Сейчас другой плацдарм, Гагаузия. Потом, наверное, другой плацдарм, местные выборы. Я сегодня выступал в парламенте и сказал, да, мы говорим очень часто про безопасность, но или с незнанием дела, или так, контекстуально. А надо смотреть в комплексном и в системном подходе. И, понимаете, людей все интересует информационная безопасность страны – это основополагающий элемент. А у нас что происходит? Я хочу вам сказать. Мы там играемся, играемся, но мы должны действовать. Исплоченно действовать. Я надеюсь, что в парламенте республики Молдова, не важно, как называется одна партия или другая представляемая там, ответственно и, исходя из реальности, не из своего хотения, будут действовать консолидированно. Я напомню и всегда напоминал, были у нас ситуации, когда единогласным голосованием мы принимали решение в парламенте. Ой, давно это было. Ну, это не означает, что… Это была декларация… Я могу вспомнить красивый сюжет, декларацию о европейской интеграции в парламенте 2005 года. Особый закон об особом статусе… Приднестровского региона, который считается главным препятствием сейчас на пути урегулирования. Кто-то считает. Не считается, а кто-то считает. Есть сложности. Мы говорили об условиях коммунистов. Это правда, что вот они дали список. Сегодня был опубликован список где-то 10 государственных учреждений, в которых они претендуют на должности председателя или зампредседателя. Это неправда. А то, что будет, это будет видно. Господин Воронин на национальном радио сказал, пусть попробует не дать. Нет, давайте еще раз. Нет, господин Голик, чтобы не было интерпретации, я еще раз повторяю. То, что касается подведомственных или подконтрольных парламенту, контрольных ведомств. Да, мы говорили, я думаю, и нужно дать должности. И они должны, и мы должны это сделать, чтобы они участвовали. И это правильно. Посмотрите в любой стране этого мира, и вы увидите, что участие, оппозиции, это не означает только выходы на демонстрации или драки в парламенте. Чего так поздно пришли к этому в парламенте с 2009, 2010, 2010, 2014 год? Ну, вы знаете... Или оппозиция была неконструктивной? Нет, и коалиция была такой, какой она была. И коалиция была такой, какой она была. Да, это тоже правда. А отказ в последний момент назначить господина Ефрима министром юстиции, это тоже условие коммунистов? Нет, это, во-первых, наша ошибка. И я хочу вам сказать, что я благодарен господину Ефриму, что он доказал, что в Республике Молдова есть люди, которые не только хотят быть в должности... Но готовы и жертвовать собой. Ну, я бы не считал, что это жертва. Но есть люди, у которых есть разумный подход и характер. Это очень важно. И я ему благодарен. А отставка господина Бабенко на второй день после того, как был назначен? А вот здесь я вам не могу ответить. Это нужно спросить демократическую партию. Господин Филат, мы договорились, что будем говорить о ситуации в стране, чтобы вы не обижались, что... А я не обижаюсь. Что мы вмешиваемся во внутренние дела партии. Хотя я хотел спросить, когда будет съезд партии? Когда решим, тогда и будет съезд партии. Я думаю, что перед местными выборами мы должны... Да, про местные выборы мы тоже обязательно должны поговорить. То есть в этом году вам предстоит избрать нового первого вице-председателя. А может быть нет. А у вас это плохая должность. Первые вице-председатели у вас уходят. Для некоторых очень плохая. Куда уходят? Тенаси, Годи, Альянка. Надо еще видеть, куда уходят. Значит, должность надо упразднить, чтобы не уходили. Посмотрим, посмотрим. О ситуации в стране. Сегодня президент утвердил новый состав Высшего Совета Безопасности, в который вы также включены. Я обратил внимание, что впервые за все время существования этого органа в Совет Безопасности не вошел президент Национального банка. Это говорит о том, что у нас в банковской сфере все хорошо, Совет Безопасности не интересуется этой ситуацией, либо наоборот все плохо и ожидается отставка господина Драгуцана, потому что интерпретации были именно такие. Я не могу комментировать эту ситуацию. Президент, наверное, должен это сделать. Но что касается ситуации в стране в целом и в частности ситуации в банковской системе. К сожалению, не все хорошо. И то, что нужно после этой констатации, нужно действие. Я буду настаивать на этом, потому что мы очень много времени говорили о том, что законодательство нужно менять. Мы все меняли законодательство. Нужны консолидированные действия для того, чтобы банковская система, которая является основой, если хотите, экономической... Кровеносной системой, говорят обычно, да. Да, вот вы очень правильно отметили. Спасибо. Есть проблемы, что касается транспарентности владельцев банков. Есть проблемы, что касается вообще принципов работы в этой системе. И, конечно, надо разобраться с тем, что произошло в этих трех банках. Я долгое время не комментировал. И это объективно. Не потому, что не было что сказать. А потому, что я считаю, что политические декларации в таких ситуациях не способствуют к решению вопроса. А наоборот, они усовляют. Еще раз. Есть комиссия, которая работает парламентская. Есть аудит внешний, который начал работать. Есть органы государства, которые должны сделать свою работу, выполнить свой долг. И я надеюсь, что объективно, опробировано, мы будем знать, что произошло на самом деле в банковской системе. Что касается одного миллиарда, на ваш взгляд, куда он ушел? Как такое стало возможным? Про один миллиард к чего? Евро или доллар. Ну, это интерпретации разные. Я, допустим, до сегодняшнего момента не могу вам сказать, потому что нет таких цифр, про какую сумму идет речь. И что произошло в данном случае? Я жду еще раз. Комиссию. Не только комиссию. Я жду, я аудит. Никто не может сказать, что Кролл будет делать этот аудит, учитывая чей-то интерес. И говорил вчера, и говорю сейчас. Я, наверное, один из самых заинтересованных в том, чтобы это происходило быстрее, потому что очень много спекуляций, очень много неправды было, во всяком случае, в отношении ко мне. Я, наверное, забываю почему-то все, что я с 23 февраля 2013 года не занимаю никаких административных должностей. Я оставил страну, если так объективно говорить, в очень конкретном состоянии. И это состояние можно быть опробировано и цифрами статистическими и так далее. Я не хочу сейчас переваливать ответственность на других и так далее. То, что я хочу сказать, и уже очень так объективно, что ситуация в банковской системе можно решать не политическими декларациями, а очень профессиональными, ответственными, консолидированными действиями органов власти. Потому что банковская система – это не та площадка, где кто-то может выиграть или кто-то может потерять политически. В данном случае могут потерять все граждане Республики Малой. Это надо учитывать как ответственность. Они уже потеряли. Процентов 30 своих сбережений в Леях они уже потеряли. Ну, те, которые поспешили менять в этой панике, конечно. И те, которые не поспешили менять, Лей обесценился с начала года процентов на 20. Я не могу говорить, что это не было спекулятивно отчасти, но одновременно я обязан говорить, что есть объективный фактор. Есть. Мы знаем, что происходит на Украине и в других странах. Мы знаем, что происходит на Украине. Надо смотреть, что происходит и в России. Надо смотреть вообще, что происходит в экономике, исходя из регионального состояния экономик. И вот тут возникает вопрос относительно… Потому что падает и экспорт, падает и импорт. И здесь есть проблемы объективные. Но эти объективные проблемы, они не являются аргументацией вот тех скачков и вот того, что происходило на валютном рынке. И фактор психологический тоже нужно учитывать. Потому что политическая нестабильность, она всегда приводит к такому состоянию. Неуверенность? Абсолютно. Спекуляция в результате. Надо еще посмотреть, кто спекулировал и сколько заработал в это время. Потому что если посмотреть по коммерческим банкам, там некоторые заработали столько, сколько они зарабатывали за год. За весь год. И здесь тоже нужно смотреть и нужно и меры принимать. И вот тут возникают вопросы относительно бездействия Национального банка. Который вот когда сформировали правительство, что-то начал предпринимать. А до этого почему-то чего-то ждал. Я не буду сейчас высказываться, потому что это не будет правильно. И не включение господина Драгуца, но высшей совет безопасности как бы... Опять, я не буду комментировать, я не знаю следствия. Но я все-таки думаю, что надо дать комиссии работать. И если решение комиссии кого-то не будет устраивать, то будет возможность у представителей партии, которые участвуют в этой комиссии, высказать свое мнение. Это не первая комиссия по банке де экономии. Не первая парламентская комиссия. А здесь комиссия не по банке де экономии? Во главе с господином Рейдманом, если я не ошибаюсь. Исходя из решения этой комиссии, потом были произведены действия. Которые привели к тому, к чему привели. А на ваш взгляд, аудит фирмы Кролл, который уже скоро завершается, насколько я понимаю... Нет, это первый этап аудита. Потому что сейчас идет анализ и оценка стоимости и времени, сколько нужно для комплексного аудита. И не только аудита. И расследование для того, чтобы... Вот этот аудит, расследование, на ваш взгляд, он будет достоянием общественности? Или это будет секретный доклад, который положат под сукно в Национальном банке? Или в парламенте не знаю? Вот я буду искренним. Я не знаю условия аудита. Вот я узнаю и вам позвоню и скажу. И потом вы сделаете... Честно, я не знаю, какие эти условия. Но неважно, если они будут публичными или не публичными. Результат, он будет известен не только руководителям ведомств молдавским. Это будет и для международного уровня. И валютные фонды, и мировой банк, и европейских партнеров. То есть, что должны мы понимать? Что результат этого аудита не будет просто результатом, как говорит, под сукном. А будут приняты меры? А если не будут приняты меры? То заставят принять меры. В связи с тремя банками, упомянутыми вами, очень много говорят про Илана Шора. Который, известно, имеет отношение ко всем трем банкам. Он был и акционером, и председателем совета акционеров. И вопрос, вот Виктор Урсу спрашивает. Как вы считаете, у него было политическое прикрытие? И каковы у вас личные отношения с господином Шора? У меня личных отношений нет. Я его знаю, так как многие знают. Он не является скрытой личностью. Он достаточно публичный. Было ли у него политической поддержки или нет? Я не могу сказать, было или нет. Но то, что действия, которые были приняты в отношении одного банка, остальных банков, я не буду трогать это честно. Я могу сказать только о банке, где экономят. Эти решения были приняты, начиная от парламента, комиссии, решения комиссии, потом ведомство правительственное и правительство, включительно и нацбанк. Я надеюсь, что это не было как политическое прикрывательство и так далее. Но опять же, здесь мы с вами разговариваем. А факты должны отвечать на эти вопросы. И органы, которые есть у нас в стране, должны дать определение, было, не было, это законно или незаконно. У вас лично или через ваши фирмы есть акции каких-либо банков? Не было и нет. Не было и нет. Про депозиты я не буду спрашивать. Хотя, если честно, банковская система и банковский бизнес – один из самых стабильных в мире. То, что мы должны сделать, мы должны сделать так, чтобы и в Молдове банковская система была самая такая стабильная, где людям могут инвестировать. До недавних пор была. Ну, это относительно. Я хочу сказать, здесь со знанием еще раз дело, проблемы, которые есть в банковской системе, они не вчерашние, не позавчерашние. Они идут и продолжаются с давних времен. Я могу сказать, даже с 1995 года. Просто они накапливались, накапливались, и вот нерешенные проблемы вовремя, они стали очень большой проблемой, которую нужно решать. Про местные выборы хотел поговорить, так как у нас не так много времени. Тоже есть вопрос зрителя. Татьяна Кайгородова спрашивает, правда ли, что выборы будут перенесены на следующий год, выборы в местные органы власти. Я знаю, что речь идет о смещении чуть-чуть. Не о смещении, а о установлении даты, потому что есть возможность установить выборы летом, а есть… Ранней осенью. Ранней осенью, потому что закон говорит, три месяца до валидации мандата. Там крайнее число, по-моему, 20 сентября. Мне кажется, 19 октября, потому что есть второй тур. Поскольку я помню дату выборов и так далее. Что касается переноса выборов и так далее. Есть только один повод для смещения выборов на больше, чем осень. Это если будет произведена территориально-административная реформа. Об этом я хочу опять откровенно говорить. Мы не говорили. Хотя наши партнеры по развитию настаивают говорить. Потому что эффективность администрации, так центральная, как и местная, должно иметь место. То есть люди нуждаются в эффективности администрации. Так на местном уровне, и так на центральном уровне. Имеется в виду сокращение районов, возврат к уездам? Не, 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 не так уж и прямо. Не так уж и прямо. Мы говорим в данном случае о территориально-административной реформе. Форма, название и так далее, это уже... Но уменьшение количества административно-территориальных единиц подразумевается. И второго уровня, и первого уровня. 30, сколько у нас сегодня? 35-37 районов. Вы знаете, у нас есть районы... Все считают, что это ненормально. 30 тысяч человек. А если мы смотрим по расходам или по эффективности, то отсутствие этой реформы стоит нам 2% от ВВП ежегодно. Это я вам хочу сказать, что более чем 150... Не, сейчас скажу, 550... Ну, неважно, это дополнительные расходы. Это очень большая сумма. Только боюсь я, что голосов вам не хватит для административно-территориальной реформы, потому что... А я и не говорю, что мы будем делать эту реформу. Уезды работали, партия коммунистов вернула к 35 районам. И сейчас они вряд ли согласятся сделать свою реформу наоборот. Я одновременно не боюсь. Потому что еще раз в парламенте есть 101 депутат. И еще раз хочу сказать, что у нас нету коалиции или какого-то рода альянса с коммунистической партией. У нас есть политический альянс с демократической партией. И мы рассчитываем, что в парламенте депутаты будут голосовать, исходя не из каких-то партийных интересов, а из интересов страны. И по каждому проекту, я думаю, что у нас будет большинство голосов. Вы рассчитываете на голоса либералов? Я рассчитываю на голоса депутатов парламента Республики Малого. Депутатов, которых люди избрали для того, чтобы решали проблемы страны. Вопрос о создании коалиции с либералами окончательно не закрыт? Окончательно не закрыт. Я об этом говорил и повторяю. У либерально-демократической партии есть кандидат на пост примара Кишинева? Или вы будете кого-то поддерживать? У либерал-демократической партии на выборах в Кишиневе будет достойный кандидат. Но вы его не будете называть пока? Пока не будем называть. А сегодняшняя ваша инициатива, которая была принята в парламенте, отложить реформу, отложить вхождение, запутался сам, отложить вступление в силу поправок закону местной публичной администрации, который предусматривает создание советов и примаров в секторах, в микрорайонах. Да. Это реформа какая-то затянувшаяся, ее утвердили коммунисты в 2005 году, по-моему. Нет, давайте не так. И потом отложили, нет, отложили в 2006, потом в 2011 и сейчас опять. Во-первых, это не инициатива коммунистов, это инициатива, которую и я подписывал. Не-не-не, я имею в виду вот эта поправка, чтобы были примары в секторах. Вот эта поправка в 2006 году. В 2006 году? Так вот, я был один из авторов. Смысл был очень простым. И чтобы власть была ближе к гражданам. Но для того, чтобы это работало, все законодательство должно было... Пересмотрено. Нет, привести в соответствие. Невозможно создавать примарии в секторах, и чтобы у этих примариях не было ни полномочий, ни принципов финансирования и так далее, и так далее. И я, если честно сейчас сказать, я рассчитывал, что вот те, которые управляют сейчас городом, они и бы занимались этим. Потому что, кроме вот этих несоответствий, у нас еще одна проблема. У нас нету статуса муниципиаса, который соответствовал бы сегодняшним дням. И поэтому, это моя первая инициатива в нынешнем парламенте. Я очень рад, что у нас было проголосовано, двух чтений. То есть, хорошее начало в этом смысле. Но сегодня я объявил, что мы зарегистрировали еще две инициативы важные, что касается создания рабочих групп для разработки и статуса муниципия Кишинал, и статуса муниципия Бельцы. Я очень сильно рассчитываю, что будут участвовать представители всех фракций. И мы консолидировано будем работать для того, чтобы законодательство и для Кишинева, и для Бельц было соответствующее, и рабочее. Это очень важно было отметить. Господин Голик, если можно, а то если я не скажу, скажите. Это не было бы правильно. Мы перед началом передачи говорили о евроинтеграции. Вы меня спросили, а есть ли это евроинтеграция? Вот продолжается ли процесс евроинтеграции? Очень правильно. И вопрос есть телезрителя. Вы сказали на днях, вчера, по-моему, что в Молдове есть политическая воля для борьбы с коррупцией. Вы уверены в этом? Это как часть европейской интеграции. Да. Сейчас, что касается политической европейской интеграции. Очень много спекуляций с этого. Вот все остановилось в Республике Молдова. Вот либералы не участвуют в коалиции. Все, больше ничего не будет. Я хочу напомнить, что полтора года мы работали в Республике Молдова с правительством, в которое не участвовала либеральная партия. Мы завершили процесс и подписали, и ратифицировали. Но были либералы-реформаторы, которые тоже оттуда вышли. Нет, нет, я сейчас говорю про либералов, потому что они сильно кричат. С уважением я говорю. Я надеюсь, что они уже будут участвовать, не только говорить, в процесс интеграции Республики Молдова. Дальше. И договор о создании Альянса, и программа правления страны, нынешнего правительства, которая была написана и с участием господина Альянса, имеет вот такую зеленую линию европейской интеграции. Я говорил, и еще раз говорю, это для нас не спорный вопрос. Мы от этого не будем отходить. Это единственный путь для Республики Молдова. Это первое. Второе. Что касается поддержки, потому что здесь тоже большой вопрос. Ну, я вам хочу сказать, что Ангела Меркел, канцлер Германии, Германия, она не так просто взяла и поздравила премьера и правительство, и не так просто сказала, что будет поддерживать. Вот этот визит премьера в Брюссель, встречи, и то, что было сказано там, я думаю, что отвечает отчасти. Если кто хочет услышать, он это услышит. Если кто-то хочет увидеть, он увидит. А если нет, то, конечно, этого не будет. Что нам нужно делать дальше? Нам просто не надо отходить, нельзя отходить от намеченных целей. Не от намеченных целей, а от того плана действий, который он одобрен правительством. Что касается приведения в жизнь ассоциированного договора, где очень четко прописано, что мы должны делать, в том числе в борьбе с коррупцией. Но здесь я еще раз настаиваю, криками, декларациями у нас не будет результата. У нас должен быть системный подход и легальный подход. И что касается политической воли, я хочу вам сказать, что эта воля есть, и более того, есть уже и понимание, что эта воля не должна оставаться только внутри. Она должна уже переходить на действия. Потому что если эти действия не будут, то тогда... Но этот курс намечен вами, но реализовать его нужно при поддержке партии коммунистов. Партии коммунистов, которая проводила акции протестов по улицам, барабаны, бочки против соглашения об ассоциации. А почему не с поддержкой и депутатов, и либералов, и социалистов? Почему и нет? Вот у меня вопрос. Что, они не хотят, чтобы люди жили лучше? Чтобы борьба с коррупцией была? Чтобы у нас судебная власть была... Потому что они говорят, что вы не хотите, потому что... А вот это будет продемонстрировано, когда мы придем к мнению... Разночтение по прокуратуре, по независимости юстиции и так далее. Это неправда. Прочтите программу. Вот когда будем в парламенте, да, с законопроектами, которые должны отвечать на все эти вопросы, мы просмотрим, как кто и проголосует. Потому что это не только мы будем смотреть, будут смотреть и люди. Господин Голи, я не могу сказать, что у меня психологический комфорт от этой ситуации. Это не счастливая ситуация. То есть дискомфорт. То есть да. Но это реальность, из которой мы исходим. Если мы сейчас будем плакаться и будем говорить, что это будет как сложно, это не поможет. И я уверен, что если мы будем серьезно работать и искренне действовать, у нас все получится. Я вам желаю успехов. К сожалению, наше время в эфире истекло. Очень много вопросов осталось. Будем судить по результатам. Это справедливо. Успехов вам. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Уважаемые телезрители, это была пятница с Анатолием Голи. Всего вам доброго. До встречи в пятницу. Субтитры подогнал «Симон»!